В Южной Якутии завершился региональный этап шестого чемпионата молодые профессионалы по стандарту WorldSkills. Чемпионат прошел одновременно в нескольких городах республик. О победителях и итогах конкурса площадок на базе Южно-Якутского технического колледжа в городе Нерюнгре в нашем следующем сюжете. Отборочный этап конкурса профмастерства в Нерюнгре на этот раз собрал 14 экспертов и 10 участников. Конкурсы проходили по двум компетенциям – веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса. Высокий уровень организации позволил полностью оборудовать конкурсные площадки, отвечающие всем требованиям. Чемпионат дал возможность студентам и молодым специалистам возрастной категории 16-22 года соревноваться в равных условиях. Это, наверное, у меня первый регион, где преподаватели колледжа в рамках одного чемпионата, оставаясь после проверки, то есть после трудного дня, уставшие, они еще остаются и перерабатывают рабочие программы. Вот пока я здесь, вы помогите здесь, вы помогите вот здесь, мы будем делать вот это, это, это. То есть это, конечно, очень ценно, очень здорово. Ну и понравились ваши студенты. Глазки горят. Видимо, значит, вот большинству из них это будет интересно, это будет нужно. Ну и надеюсь, что вот этот чемпионат станет для них, наверное, первым звоночком, потому что нужно развиваться не только вот отсидеть свои 3-4 пары в колледже, а нужно развиваться еще больше, выше, дальше, именно в профессиональной направленности. Подобные конкурсы являются сильно мотивирующим фактором молодежи конкуренции в своей профессиональной деятельности, самореализации и освоению международных стандартов. Победителями в обеих компетенциях стали студенты Якутского колледжа связи и энергетики Артем Чагалысов и капитан Фокин. Парни – не новички в движении молодые профессионалы по стандарту WorldSkills. Они уже имеют хороший опыт от участия и понятие того, как к нему лучше готовиться, чтобы добиться своей цели. На отборочном этапе студенты доказали свое мастерство, взяв первые места. Теперь ребята продолжат участие уже в республиканском этапе конкурса. Задание, если честно, сложное. Если тренироваться каждый день, каждый божий день, то получится, конечно. Помимо конкурсов на чемпионате была проведена насыщенная деловая программа, сессия и обсуждения. Состоялась большая профориентационная работа. Около 500 человек пришли на площадки посмотреть профессионалов. Ведь одна из главных целей чемпионата – показать конкурсантам на практике свои знания, получить хороший опыт и зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Работодатели после таких конкурсов принимают участников на работу с большим удовольствием. И стартовые позиции у такого молодого специалиста на производстве значительно выше. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Аяло Мосов, Нерюнгри.